По словам главы района, накануне чуть раньше запланированного срока были сданы два новых детских сада в станицах Тамаровской и Приазовской. Планируют в этом году в Приморско-Ахтарске также начать большую реконструкцию старой школы. Здание не так давно отметило 100-летний юбилей и нуждается в капитальном ремонте. Сегодня уже готова вся проектная документация, доложил Александр Ткачев, глава района. Но самый важный вопрос, который интересует губернатора, как сейчас живут люди, чьи дома осенью прошлого года оказались в зоне подтопления. Как проходит зимний сезон на берегу Азовского моря, Риманов, конечно, там особые условия, мы это прекрасно понимаем, но тем не менее, меня беспокоит, интересует, как люди сегодня, те, кто попали под осенние наводнения, где они размещены, те, кто не въехал в свои дома. В настоящее время все находятся, в общем-то, нет у нас таких, которые бы нуждались в проживании дополнительно, функционирует школа, детский садик, жизнь нормализована, буквально уже в преддверии Нового года, каждый уже находился, все дома. Мы максимально оказали помощь, в том числе были нуждающие там, кто с дровами, кто с углем в зоне подтопления, они были приведены в годности. Мы оказали такую помощь. На сегодняшний день ситуация стабильна. Те поручения, которые вы мне ранее давали, мы над ними работаем. Одно из них – это газификация в районе отдаленных станиц и хуторов. Так в скором времени голубое топливо будут поставлять жителям Степной. По словам Валерии Спички, проектирование газопроводов в станице сегодня уже на завершающей стадии.